Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Алексей Яченко, я рыболов-спортсмен, мастер спорта международного класса по ловле рыбы на мормышку. Попробуем с вами разобраться с особенностями ловли рыбы на снасть, которая называется мормышечная снасть или спортивная мормышка. Это одна из самых распространенных снастей для ловли рыбы зимой. Сейчас мы располагаемся на месте, где, предположительно, будем ловить плотву. Мы пользуемся ледобуром фирмы Раппало со сменными ножами. У Раппало есть два вида ледобуров, где режущая часть скомпонована в первом случае в виде монолитной головы, заканчивающейся режущими кромками. Во втором случае, как вот эта модель и показывает, это сменная голова, на которую винты крепят сменные ножи. Подобное решение относительно недавно на нашем рынке появилось удобно тем, что позволяет экономить как минимум существенную сумму на затупленных ножах. Так как заточить сменную голову самостоятельно довольно сложно, решение со сменными ножами гораздо удобнее и выгоднее с экономической точки зрения, так как стоимость ножей многократно меньше, чем стоимость сменной головы. Плюс сменная голова занимает значительно больше места в нашем ящике или в нашей сумке и, соответственно, имеет гораздо больший вес. При условии, что мы правильно обнаружили горизонт, в котором ловится рыба, и этот горизонт пролавливаем, каких-то особенных сложностей в ловле активной плотвы можно даже и не заметить. Собственно говоря, одна из самых больших сложностей – это обнаружить плотву там, где она кормится в данный момент. Здесь мы сейчас ее вроде как успешно обнаружили. И теперь наша задача первая – это ее просто-напросто вылавливать. И вторая задача – продолжать ее привлекать прикормкой и удерживать в месте, где мы ловим. То есть нам необходимо подбрасывать прикормку, чтобы вот на той высоте, где у нас следует поклявки, эта рыбеха хватала корм. Поэтому я сейчас буду часто по чуть-чуть подбрасывать небольшие щепотки мотыля и рассыпчатые прикормки, которые мы готовили для белой рыбы. Так как у нас подо льдом образуется столб опускающихся частиц, наша проводка должна максимально соответствовать движению этого самого корма. То есть наша мормышка должна плавно опускаться вниз. И тогда плотва будет хватать опускающуюся мормышку, ничуть не сомневаясь в том, что это обычный корм. Плотва не очень крупная, но зато весьма активная. Зачастую интенсивность подбраски соответствует числу вынимаемых рыбок. То есть на одну пойманную в лунке рыбку приходится один подброс порции прикормки. Если рыбы много, то в таком режиме можно проловить до нескольких часов, не вставая с этой лунки совсем. И при проводке мормышки вниз характерная поклевка плотвы напоминает касание мормышкой дна. То есть у нас кивок начинает выпрямляться, как будто мормышка легла на какой-то поверхность или какое-то препятствие. Это значит, рыба схватила корм и держит его на месте. Собственно говоря, в этот момент и должна следовать подсечка. Вот похлевки следует примерно в этом горизонте уже. То есть рыба стоит высоко над дном. И при этом следует всегда учитывать, что у плотвы зачастую предпочтение настолько отличается по движению мормышки, что она активно хватает опускающуюся вниз приманку и при этом почти игнорирует подымающуюся снизу. Рыба клюнула на опускании. Даже не удалось опустить мормышку. Для этой рыбы обычная история. Она такими стайками отдельными стоит и ищешь, 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 потом находишь и начинаешь ловить подряд. Сейчас у нас явно очень много плотвы. Это, видимо, компенсация за то, что мы ее очень долго искали. И, в принципе, у меня складывается впечатление, что если я буду активно пользоваться прикормкой сейчас и постоянно подбрасывать в лунку, то смогу ловить на этой лунке до конца рыбалки. Потому что рыбы очень много, и она явно хватает мормышку на лету, не задумываясь. Поэтому сейчас мы используем тот самый способ кормления, который используется при ловле активной платвы. Постоянно по чуть-чуть подбрасываем в лунку, чтобы в лунке был столб кормовых частичек. Как аквариумным рыбкам сыплют по щепоточке и смотрят, как они клюют этот корм. Примерно то же самое сейчас мы должны сделать в платве, как у нас в команде. Назван был такой прием кормления, использовать прием цып-цып-цып. Просто по чуть-чуть постоянно сыпем корм в лунку. И рыба на этот сыплющийся корм подходит. Вот у нас с каждым разом все крупнее и крупнее. Прикармливать в процессе ловли рыбы на лунке стоит тогда, когда мы опускаем мормышку ко дну. То есть сейчас я занят тем, что опускаю мормышку, поправляю леску так, чтобы она не цеплялась за лед. И в этот момент удобнее всего как раз подбрасывать прикормку. Потому что мы можем отвести глаза, мы можем освободить вторую руку, без риска пропустить поклевку рыбы. Когда мы будем уже делать проводку, нам нельзя будет так сильно отвлекаться от созерцания кивка, того, что происходит с мормышкой. Сейчас мываем на щепотку мотыля. Связано с тем, что довольно долго лунки были прикормлены. И прикармливали мы их мотылем с прикормкой. В свете этого рыба скорее всего предпочтет хватать именно мотыля, который имелся в прикормке. Если мы попробуем насаживать сейчас опарыша, вполне может быть, что эту насадку рыба будет хватать капризнее. Потому что моты для нее несколько более привлекательны в большинстве случаев. Это опять рыба схватила уже. Еще даже не успев повеситься на кивок. Это видно потому, что леска перестала опускаться вниз. Попалась, по-моему, маленькая сырть. Она очень часто в наших водоемах в смеси с платвой присутствует. Похожа одновременно и на плату, и на подлящичка рыбка. Правда, по вкусовым качествам, как говорят те, кто ловил ее крупную, существенно превосходит и того, и другого. Вот опять рыба схватила. Вот петля, и она не опускается вниз, потому что мормышка. Вот она висит. Мормышка не хотела тонуть, значит, ее кто-то держал. Вот этот кто-то. Сейчас мы попробуем проверить, насколько высоко рыба, в принципе, поднялась на дном, если исходить из того, что примерно дно находится на такой же высоте. Это мормышки, как сейчас кивок, располагается от поверхности льда. Смотрим, на какой высоте рыба находится над дном. По поклевкам мы это можем определить. До этого именно я и встал сейчас в полный рост. Смотрим. Вот поклевка. То есть она стоит на уровне примерно метр семьдесят. На уровне моего роста практически. Это метр семьдесят над дном, не меньше. Сейчас мы ее попробуем здесь подсечь. Вот она, висит. Правда, есть одна особенность именно у платвы, связанная с тем, что, как правило, выше других стоят более мелкие рыбки. Вот сейчас это очень хорошо видно. Нам попалась рыба явно мельче, чем предыдущие. Подобно объясняется, видимо, тем, что придонный слой воды, куда, в конце концов, опускается весь кидаемый нами корм, он более привлекателен с точки зрения возможности насытиться. Поэтому его занимают более крупные особи. А мелкие проигрывают конкуренцию и оказываются изгнанными в менее пригодные для кормления горизонты. Рыбы выше или в сторону. В данном случае мелочь стоит явно выше. С точки зрения ловли иногда это даже интереснее и удобнее. Особенно если рыбы очень много и она более-менее одного размера. Рыба очень разнокалиберная. И если ловить для себя, то, конечно, предпочтительно ловить более крупную рыбу. Вот она наконец-то отдергалась своё. А, это был окунь. Вот почему он тыкал. Видимо, наелся. Ещё один момент, связанный опять-таки с тем, что платва часто держится высоко на дно. Она не всегда очень активно в толще воды кормится. Но при этом она там есть. И если её в этом горизонте пролавливать и обнаружить своевременно, то можно всё-таки вынудить её клёво. Пускай и более капризно, опасенному и так далее. Можно тратить довольно много времени на то, чтобы облавливать в каждой лунке высокие горизонты 2-3 метра на дно. Для любительской рыбалки довольно давно уже используется в таких случаях весьма эффективно в правильных руках. Эхолот. Он показывает рыбу. Единственным недостатком эхолота, конечно, применительно к платве, является то, что он не показывает вид. Он показывает только размер, количество и где расположено. Он не видит, это платва, окунь или, допустим, какая-нибудь сырть, густера. Но, тем не менее, он позволяет безошибочно обнаружить рыбу в толще воды, что не всегда позволяет сделать снасть. Нам приходится всё время опускать снасть ближе и ближе к поверхности грунта, то есть ко дну. Это следует учитывать хотя бы как индикатор количества рыбы. Пока рыбы много, она может ловиться высоко-высоко. Но когда её количество уменьшается, она начинает у нас клевать всё ниже и ниже. Платва у нас получается... Так, она получается на 16 см. Вот эта платва 16,5 см. Вот такие вот рыбки. Закончилась сегодняшняя латвийная часть нашей рыбалки. Мы с вами постарались разобраться с особенностями и нюансами поведения этой рыбы, с её симпатиями, антипатиями, повадками. Я надеюсь, то, что мы сегодня с вами совместно узнали, поможет в дальнейшем вам не остаться без улова и накормить себя и своих близких этой рыбой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова